ПЕСНЯ 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 Валентина, сестра Валентина, присаживайся, пожалуйста. Начинаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начинаем занятие. Заходите. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, с 6 по 8 стих. Чью притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что Я – дверь овцам. Все, сколько их не приходили ко мне, не приходили предо мною. Суть – воры и разбойники, но овцы не послушали их. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, Тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выйдет овец своих овец, идет пред ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Толкование. Сие сказал не о пророках, как безумствует монахерия. Он пользуется всем изучением для доказательства того, что Ветхий Завет не от Бога, и пророки не были посылаемы Богом. Вот говорят, Господь сказал, что все, сколько ни приходило, суть воли разбойники. Но он сказал это не о пророках, а о Февде и Иуде и прочих возмутителях. А что сказал о них, это видно из того, что прибавил. Овцы не послушали их. Ибо овцы не послушали этих возмутителей, а пророков послушали. И сколько ни уверовал во Христа, все через них уверовали. И иначе овцы не послушали их. Сказал это по хвалу. Но нигде не видно, что чтобы он хвалил тех, которые не слушали пророков. Напротив, он сильно осуждает и обличает их. Потом обрати внимание на точность выражения. Сколько ни приходило, выделено шрифтом, ни приходило. А не говорит, сколько бы, сколько ни было послано. Ибо пророки приходили потому, что были посланы. А же пророки, как и вышесказанные мятежники, приступали к разращению обольщаемых тогда, когда, как никто их не посылал. Так и Бог говорит, я не посылал их, они бежали. Иеремия 23-21. Может, назначи это место? Иеремия 23-21. Нету верха? Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Ну вот, 6-8 стих. Брат, какие вопросы задаваем? Ну, спросим, что поняли. Во-первых, кто-то... Кто какие овцы? Да, кто хочет дать старт нашим сегодняшним разумению, исследованию? Или всем все понятно? Тебе понятно, сестра? Поделись с нами, или ты молчишь? Валентина, тебе понятно все, что сказано? Поделись с нами. Немножко понятно. А немножко непонятно? Что непонятно? Ну, я, в общем, так говорю, потому что я как-то прослушала немного. Можно я начну? Да, я еще раз тогда прочитаю, чтобы... Я, может быть, неправильно сделал, что прочитал предыдущий стих и стал читать толкование. Я еще раз прочитаю стих, на который метко. Иоанна, 10 глава, 6-8 стих. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Так, ну что, можно? Конечно. Лена, готовься. Итак, правило 85 святых апостолов. К этому мы пришли. Читаю. Для всех вас, принадлежащих к Леру и Мирян, чтимы и святыми, да будут книги Ветхого Завета. Тут же говорится про Ветхий Завет, да? Итак, слушайте внимательно. Все помнят книги Ветхого Завета? Спросят. Помнишь книги Ветхого Завета? Вот сейчас буду перечислять, а ты нам скажешь, правда тут вся или нет. Итак, Моисеевых пять книг. Кто назовет? Бытие, Исход, Левит, Числов, Розабоний. Вот молодец. Хорошо, правильно. Дальше. Иисуса, Сына Новина. Одна книга, Едино. Судей, Едино. Потом какая идет? Руфь, Едино. Царств, книг, сколько? Правильно сказал? Дядя Игорь, правильно сказал? Сколько царств? Акелина. А? Четыре. Молодец. Хорошо сказал Акелина. Четыре, правильно. Четыре, так тут и написано. Четыре. Это я вам читаю канон. Его перейти невозможно. Канон это правило, которое нас с вами ставит в один ряд. Мы с вами, вот, мужчины, женщины, дети, старики, там, старухи, пожилые. Все, но все мы в едином строю стоим. В едином строю. Все должно быть у нас по правилам. Это канон, это правило наше. Запоминаем дальше. Паралипоминон, сколько? Две. Правильно. Знаете, как еще называется? То есть остатков от книги дней. Вот так. Дальше. Ездры. Сколько книг? Маковейских. А тут две всего. Две. Вот так. Дальше. Ездфирь. Маковейских. Прямо так написано. Просто не книга, а просто Маковейских. Сколько? Три. Отлично. Иова книга. Псалтырь. А сколько там псалмов? 150. Кто сказал 150? Я. А кто сказал 151? Юля. Юля лучше знает. Но по написанию 150 написано. А последний псалом, он как какое-то повествование. Да. Батюшка сейчас тоже вам будет помогать. Дальше. Исайя. Сколько книг? Одна. Пророков сколько? Чум Соломоновых. А, то есть, то есть, я пропустил. Соломоновых сколько книг? Три. А? Три. Так. Сколько книг, брат? Соломоновых. Третья. Соломоновая. Третья. Третья. И? Еще. Экклесиаст. А, Экклесиаст. 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 Четыре. Экклесиаст. Три книги. Четыре. Почему четыре? А еще четыре? Премудрость, песни, песни. Да, и песни песни совершенно верно. Значит, четыре. Ну-ка, посмотрим тут, правильно? Нет? А, ну да, да, да. Вот просто так написано. Соломоновых три, притчи, экклесиаст, песнь, песней. А премудрости Соломона нету вот так, вот видите. Пророков двенадцать, мы даже лучше знаем, чем интернет. Исайя одна, Иеремия сколько? Одна. Языкииля сколько книг? Плач Еремея. Одна. Сколько всего глав книги Плач Еремея? Плач Еремея две. Две главы? Как быстро? Нет, почему? Две книги Еремея, а там одна у тебя есть. У нас еще тогда канонические. А какая еще Еремея есть? Плач Еремея. Ну, не написано тут, едино. Плач Еремея. А сколько глав у Еремея? Давай вот еще, еще и плач. Так, ладно, Языкииля сколько? Одна. Дальше у Даниила сколько книг? Одна. Сверх же всего вам да присовокупится в замечания, чтобы юные ваши изучали премудрость многоученого Сераха. Юные, слышите? Что премудрость Сераха как от зубов. А где у нас Нестор юный? Работает. Работает. С дернул называется. Наша же то есть нового завета Евангелия 4, Матфея Марка Луки, Иоанна Павла в послании 14. Петра в послании 2, Иоанна 3, Якова Едина, Иуда Едина, Климента в послании 2. Климента даже еще изучали. И постановление вам, епископам, мною Климентам, изученное в осьми книгах, которых не подобает обнародовать, и пред всеми ради того, что в них таинственно. И деяния наши апостольские, и это апостольские 60-е правила, Трульского собора, Лаодикийского, Карфагенского, Афанасия Великого о праздниках, Григория Богослова о книгах Священного Писания, Амфилохия о книгах Священного Писания. То есть вот здесь говорится как раз о Ветхом Завете, что Господь не эти книги имел в виду, которые мы с вами перечислили, а эти книги апостолов, тех самых пророков, тех самых пророков, людей, которых Господь избрал для того, чтобы можно было выправить поведение богоизбранного народа язычникам, чтобы кое-что досталось тоже от духовного, и чтобы народ исполнял, и кто-то должен был смотреть за этим, наблюдать. Это были как инспектора от Бога, пророки. Не просто люди, которые знают будущее, а все должны знать это будущее, мы все должны быть пророками на самом деле. А какое будущее? Господь пишет, какое будущее, если мы читаем книги, а евреев не было безграмотных, все евреи умели читать. Почему? В любой момент могли дать ему почитать, к Слову Божие, ты должен был эти буквы знать и читать. А почему? Там еще и счет по буквам был. Буквы были там Альфа, Омега и так далее, и все эти буквы, они имели счет, как у нас в русской, в славянской письменности, тоже буквы имеют счет 1, 2, 3, 4, 5, до 10, 20, 30, 40, 50, 100 и так далее. Такие мы это приняли от евреев, от еврейского алфавита. Поэтому нужно было уметь читать и считать. Ну и кто мог писать? Я думаю, писали это не все, а может быть даже и все. Брат, можно я скажу? Ну конечно, конечно. Я не могу согласиться с тем, что ты призвал, что все мы должны быть пророками. Пророками быть, это нужно иметь призвание Божие, и не каждому это дано, и все пророками не могут быть, это однозначно. Другое дело, что мы апостоличи, смирян, это да, вот мы апостолы должны быть, то есть мы призваны быть апостолами, то есть мы должны нести Слово Божие. Ну, вот к примеру, Иезекииль, и Господь ему говорит, говорит Иезекиилю, если враг твой согрешает, и ты ему не сказал, то кровь его на тебе. Я еще не мог понять, это он ему только это сказал, или каждому верующему человеку, который рядом с этим Иезекием. Это не пророчество, это ты, как это, не пророк. Да он пророк, я говорю про пророка. Он-то пророк, но Господь ему это сказал. Ему Господь это говорит, сделано. Ну да. Так что первое послание, из-за корейственного, 14-го, первый стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Кому это сказано? Ко всем это сказано, чтобы достигали? Или это конкретно к этому людям? Я еще скажу. Господь говорит, пророки желали видеть и не увидели, а вы увидели, и мы увидели. Мы больше, чем пророки, вот в чем дело. Еще больше. Пророки, они не могли сделать так, чтобы народ исполнял, а мы сами это должны исполнять, каждый из нас. Еще исполнить то, что Господь заповедил. Он говорит, отец мой, мать и моя, те, кто исполняют Слово Божие. Вот смысл в чем. А пророки исполняли, а те, кто вокруг них, не исполняли. Поэтому я говорю, нужно пророчествовать в этом плане, чтобы исполнять заповеданное Богом. А пророки просто открывали Слово Божие для людей. Они не смотрели там, будущее, что будет. Бог и так говорил им, что будет. Уже сказал до этого. Если будете исполнять, то будете живы. Не будете исполнять, вы и дети ваши погибнете. А когда погибнете, вот пророки тут уже уточняли, как погибнут. Голод, там будет меч, а может и то, и другое. Будут обижать жен ваших, дочерей ваших будут обижать и так далее. А вы все в крови будете валяться со своими сыновьями. Ну вот пророчество это дар, дары как? Дары различны. Сели пророки, сели учителя, сели апостолы не сели. Да, ну многие делайте с учителями. Ревнувать-то можно. Ну тут еще пояснение есть, как читать Слово Божие. Я не знаю, мы редко это читаем, каноны. Вы вообще читали канон? Канон этот кто-то читал? Да, мы читали его? Нет? Ну вот это, это первое правило апостольское. 12 апостолов. Да, прям вот правило святых апостолов и вселенских соборов и толкования еще здесь идет. То есть если этого не знать, то можно Христа назвать обманщиком и так далее. Но могу точно сказать, что все евреи знали все книги, какие были тогда, на тогда. И то, что мы тут перечисляем, и некоторые книги не перечислены, только потому, что они будут перечислены потом. Допустим, третья ездра, она вообще не перечисляется, ее не то. Или она во вторую входила, или как-то отдельно ее нашли, третья ездра. И книга откровения, не перечисляется книга откровения. До такой степени таинственная, что, видите, как он говорит, к элементам, извлеченных в восьми книгах, которых не подобает обнародовать всеми ради того, что в них таинственная. То есть вот книга откровения, это тоже была как таинственная нечто. Но ее даже книгу откровения не читают, в алтаре не читают книгу откровения. Не запрещено. Нет, не запрещено, ее просто не читают. Ну, сейчас нам много открылось из книги откровения, потому что уже много времени прошло. Но все-таки столько много еще закрыто, что очень много закрыто. Евреи все еще, хоть они и имеют отдельное государство, и прямо в Иерусалиме живут, но тот островок, два этих холма Мариа и Сиона, они все-таки там стоят мечети еще мусульманские. И сколько они будут стоять. И представьте, народ Божий не может молиться в храме, потому что храма просто нету для них. И не могут понять, что храмы везде уже стоят по всей земле. Не могут обратиться. То есть для них нету хода к Писаниям. Хотя у них есть Писание, а они через Ветхий Завет не могут найти Христа. А Христа не могут найти через Ветхий Завет. Вот в чем смысл весь. А Христос, Он уже сам нашелся, Он пришел. Ну, знаем, совет Божественной Троицы был. Когда уже, тем еще, когда все случилось, Сын Божий был избран на то, чтобы стать спасителем. И жертвенный Агнец, которого с 12 главы, начиная книги Исхода, этот Агнец таинственный предображает собой Господа Иисуса Христа. Его жертву пролития крови. И то, что Он с собой напитает нас, вино, которое, это изображается кровь Господня, это все нас напитает. Вот этот Агнец, вино, горькие травы. То есть каждый должен умереть для своих грехов и воскреснуть вновь. Все это горькое. Можно вопрос? Вот храма у них нет, а священство у них как-то сохраняется, правда, словно. Они как-то их учат или что готовят, они в любой момент готовы должны быть, чтобы храм построить, и будут опять жертвы, и все это учат или что-то. Да, 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 все это есть. Коэн и переводится. Коэн. Коэн это священник. Коэн. Кстати, у нас тут присутствуют брат и сестра дроботы. Вот дробот по-старорусски переводится как священник. Ничего себе, понял. Дробот это тот, кто режет тело Господне, вот эти частички вынимает и кладет в чашу. Дробот, вот это дробить, дробить, то есть на маленькие частички вынимать, это вот фамилия указывает на то, что человек был священником. Когда-то, ну это еще, когда эти фамилии-то давались, еще в шестнадцатом веке, говорят, при, там, и они Грозном начали, в этих, как они сегодня так, где ведут боевые действия. Малоруссия называлась, вот так. Никогда Украина не называлась она, вот так прямой раз, а была Малоруссия. А называли Украин, Украины и земли, Украины. Окраины, да. Потом Украина, Украина пошла, Украина. Ну тебе придумали так уже, что если не говорить ничего о России и так далее, то да, можно подумать, что было такое государство, которое постоянно кто-то притеснял. Ну, я просто показал канонам, какие нам книги Ветхого Завета и каких книгах Господь знал. Эти книги и Маковейские и так далее, конечно, были Господу известны. И когда он говорит, исследуйте Писание, она свидетельствует о мне, то он, конечно, говорил не о Новом Завете, который мы тоже перечислили, правда, так оно все и есть. 27 книг, 50 книг Ветхого Завета, 27 Нового Завета. Из этих 50 не учитываются, даже так будем говорить, в Новом Завете книга Откровений, а в Ветхом Завете третья езда. Все остальные перечисляются в конечном итоге. Встаньте дальше. Ну, может кто-то вопрос. Еще есть у кого-то вопросы? А почему там написано в канонах, что молодые должны изучать книги Премудрого Сираха и так далее? Как думают кто-то? Почему написано для молодежи книги? Там наставление в нравственности, потому что идет, целомудрие и все такое, по-моему. А вы из Сираха это проходили? А вот видите, замечание какое, чтобы юные ваши изучали Премудрость. Вот юные наши, наши это значит верующие, дети верующие людей. Многоученого Сираха. Многоученого Сираха. Читали Сираху книгу? Не вытаскивай. Юноша. Я честно читаю. Сказала юная девица. Я люблю Сираха, поэтому... Нет, я говорю про юных. Юные, чтобы читали написано. Юные читал? Юные. Почитаю, очень интересная. Очень интересная. Она должна быть не просто интересная, она должна быть полезна. Души спасительна. Души спасительна полезна для твоего спасения, твоей души. Вот смысл какой. Бестричный. Оттуда брать нужное и исполнять еще добавок. Там очень много для исполнения. Кто нести, кто полез. Там очень... Третья ездра очень интересная пророческая. Мы сейчас читаем Третью ездра. Да, действительно, как откровение на богослово похоже там частично. Гляньте, как тут еще написано. Я прям не могу это не прочесть. После 85-го апостольского правила есть следующее прибавление. И вот вам, епископы, наше наставление относительно правил. Если сохраните их, спасетесь и будете иметь мир. Если же не будете повиноваться им, то будете наказаны за непослушание. И будет между вами постоянная вражда. Бог же единый, вечный, Творец всего. Соединит нас с союзом мира. В Святом Духе сохранит нас твердыми, во всяком деле благом. Беспорочными и свободными от всякой распри преступлений. И дарует нам жизнь вечную. Через последствия возлюбленного Сына Своя Иисуса Христа, Бога и Спасителя нашего. И заступничеством Пречистой Девы Богородицы. И всех святых. Аминь. Аминь. Вот так вот. Можно мне вот вопрос задать? У меня знакомая, у нее двоюродный брат в церкви работает. Не знаю в какой там. Служит? Да, служит. И вот говорит, к нему пришли люди какие-то, говорят... А кем служит-то? Вот не знаю кем. Так может не служит, а работает все-таки? Ну да. Да. Вот пришли и говорят, надо убрать распятие. Что за люди? Сатанисты или кто они такие? Он говорит, вот епископ скажет, я уберу. А так... Что за люди-то прощает? Не знаю. Неизвестно. Распятие, в смысле, как статуя получается распятие. У нас тоже распятие, вот есть деревянное. Христос. Ну он такой, как на картоне нарисованный, как на каком-то фанере вырезанный. Не скульптурой вырезан, а просто нарисован. Но крест настоящий, прям в рост человека. Ну вот по кросскам зайдите. Камушки там внизу и так далее. И что? Может считают, как эта статуя? Это как икона получается. Вопрос, что в чем? У нас и статуи были тоже в свое время. Мне непонятно, это вот такое заявление. Это формули, в чем толпочек. И женщина эта грамотная, и тот человек работает при церкви. Вот такое заявить прийти. Надо убрать. Может быть, его надо там реставрировать. Знаете, знаете, ну... Ну, в запах. Ну, в этом надо... Да, точнее, что тут... Сестра правильно сказала. Это вырвано из контекста, поэтому нас вопреждать всегда не будем. Да, это... Читаем дальше. Иоанна 10 глава, 9 стих. «Я есмь дверь». Опять. Как в 5 стихе. «Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажет, и пойдет». Толкование. «Кто мною, то есть дверью, войдет и приведется к Отцу, и станет его овцою, тот спасется. И не только спасется, но и получит великую неустрашимость, как и Господь, и владыка». Ибо это обозначает словами «и войдет, и выйдет». «Так и апостолы смело входили, и выходили в предповелители, и выходили радостными и непобедимыми». Деяние 5, 41. «И найдет пастбище, то есть обильную пищу». Толкуем? Не толкуем, а рассуждаем? Да. Рассуждаем? Толковать нечего. Ну, я думаю, тут надо о варахе-разбойниках говорить. «Как войти в дверь?» «Как?» «Да, в этом занятии было.» «Что значит? Войдет и выйдет?» «Нет, вот первое, как войти?» «Я есть в дверь, кто войдет, малой, тот спасется. У брата возник вопрос. А как войти?» «Да куда войти?» «Да, куда, а то вопрос и выйдет». «Войти в церковь на рабочую». «Войти в церковь на рабочую». «А выйти на проповедь уже, я так понимаю, или для чего?» «Еще выходить-то для чего тогда?» «Правильно». «Кто в ною дверь войдет и приведется к отцу и станет его отцой, тот спасется. И не только спасется, но и получит великую неустрашимость, как и Господь и Владыка». «А за чего нужна неустрашимая? За что бы смело идти на проповедь?» «Для этого входа нужна вера во Христа. А для того, чтобы...» «Не пойдешь без веры». «То есть нужна вера дальше. Что еще нужно, чтобы войти?» «Так сквозь стену, проси». «Войти во Христа — это войти в Его церковь?» «Или это о другом говорится?» «Можно сказать, что войти в этой вере, значит, войти в церковь Христову и пребывать в ней, участвовать в таинствах церкви?» «Соблюдать корону церкви?» «Я хочу уточнить. Здесь не написано, что Он войдет в Него. Написано «мною», то есть челюсть, соответственно, его асинь, тот спасется. А что значит войти через Него? То есть надо вникнуть в Его учение. «Слово Божие, да. Его учение. Куда войти?» «Войти, значит, в Его стадо». Он же говорит о том, что и станет овцою Его, если Он войдет через Него. Можно считать, что это войти в церковь Христову? «Естественно. Через Христа, конечно». «А церковь-то в основу Его положено краеугольным камнем, что тело есть?» «Да предыдущая, я же сказал, это было на том занятии, там написано, что Христос есть дверь, в Писании есть дверь. Христос овца тоже. Вот мы овцы, а на самом деле и Христос овца тоже там написано. Там перечисляется, кто такой Христос. Он и дверь, Он и Писание. И кроме того, вон слово, и вон дверь, дверь. «Дверь более понятного». «Через Христа». «Через Христа». «То есть, вот тут толкование надо прочитать, предыдущее, прям, для Игоря». «Через Христа». «Нужно Господь стучит у двери, и если мы отворим эту дверь, он войдет и с нами будет вечерин. И на том занятии как раз я еще в конце добавил, что таинственное, что такое таинственное, потому что почему они перелазят имуди или инди, написано, эти воры и разбойники, потому что они двери не видят, для них двери не существуют вообще, они не видят, они не могут исполнять священное писание, для них двери нету. А дверь открывается для того, кто видит эту дверь, то есть кто сердце навстречу словам Христа открывает, и дверь, а, получается, вот она дверь, и ты входишь туда. А на самом деле ограда, она железобетонная, туда никто проникнуть не может, никто, а вот они перелазят, воры и разбойники, причем воры и разбойники, почему не расхитители написать? Никто из посторонних не мог пристать к нему. Господь говорит, воры и разбойники, почему именно, кто это такие? Вот мы начнем сейчас их изучать, и мы поймем, почему они перелазят, почему они перелазят, и кого они себе забирают, кого забирают, и кто они такие? Кроме того, что мы говорили о двери, писание, суть, дверь, не просто, вот как Иисус Христос, но его писание, которое им победа. Ну, прочитать я хотел предыдущие, можно? Да, ну, конечно. Читай, читай, давай. Итак, писание, суть, дверь, через эту дверь Господь выводит овец на пастбище. Какое же пастбище? Будущее наслаждение и успокоение, в которое Господь вводит нас. Если в иных местах Он и самого себя называет дверью, сему не нужно делиться. Вот как раз здесь я есть. Вот вошел и вышел, то есть через дверь-то можно войти, а куда потом ты должен, видите, куда-то дверь? Будущее наслаждение и успокоение. Будущее наслаждение, вот это пажать, это и есть пажать. Ну, Игнатий Тихонович еще такое говорит, что и войдет, то есть в церковь войдет, ну, то есть это рождение свыше. Трое-кратное крещение руками истинного священника по вере крещаемого Господа Иисуса Христа, как в священном Спасителе. Ну, понятно, троица и троица. И выйдет, и пажать найдет. То есть пажать найдет, это удовольствие твоего сердца, это не вечная жизнь, это не может этим закончиться все. А здесь пажать найдет для себя. Пища, это проповедь, рассказ другим людям о том, как ты уверовал. То есть визит на проповедь, да? Да, как на проповедь, ну, не все могут выйти не на проповедь даже. На слово, на благовестие. На свидетельство. Да, на свидетельство, вот, на свидетельство, лучше так скажем. А то проповедь, это батюшка-то не всегда, батюшки не всегда проповедь говорят, а тут проповедь. Нет, на свидетельство, да, вот так. Вот где бы ты ни был, и у тебя, вот, хорошо визитка. Раз визитку подал, можно с одной визитки начать проповедовать. А если Евангелие есть, еще лучше. Только засвидетельствуй, что это книга Бога, который спасает тебя от грехов и смерти. Для рая. Ну, так вот это, почему воры и разбойники-то? Чего, Господь просто эпитетов побольше им дать? Или что-то тут такое есть? Вор и разбойник. Чем отличается вор от разбойника? Вообще, кто юрист у нас? Вор стихую ворой, чтобы никто не увидел. А разбойник, это уже дебошир в наглую, который все, бежит и ломает. Разбой чинит или убить может. Вот воры, вот как мы докажем местами Писания? Кто воры, а кто разбойники? Господь когда говорит об этом? Или апостолы, когда это говорится? Где они воры, что они воруют и что они разбойничают? Что они расхищают, написано. Расхититель, это вот как раз вор, он расхищает. Пояснение будет в следующем стихе, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть пояснение. Вор, там и разбойник заодно, видишь сразу в одном контексте. А апостол Павел говорит в 20 главе Деяния Святых Апостолов и говорит, «Из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо». Из вас самих. То есть говорит это о священниках и епископах, которые собрали. Для того, чтобы сказать последнее. А? Которые к себе приводят, а не к Христу. Более того, они вообще не к себе приводят. Они куда-то к сатане приводят, наверное, даже более того. Вот в чем дело. То есть украсть, убить и погубить. Видишь? Украсть. То есть они воруют истинное слово у людей, заменяют его своим или сатанинским. И потом приводят к погибели. Более того, в чем дело. Не просто украли у тебя слово, и ты не знаешь просто истинных слов божих. А еще и губят тебя. Убивают. То есть вот так. Если смотреть на конечный результат воров или разбойников, то суть результата одинаковая достигается ими. То есть погубление души. А поэтому здесь просто упоминаются они. Воры и разбойники, можно принять их как синонимы. И не различать их. Ну да. Вот там и не различаются. В следующем стихе духовное. Поэтому в следующем стихе, и они как бы здесь по синонимам и проходят вместе. Дальше читаем. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Тут же и разбойник. Да. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Только не наемник, а наемник, пожалуйста. И разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Это когда на церковном славянском наемник. Изначально каждый человек не хочет никому вреда. Он всегда думает, что я прав. Это по своей глупости они становятся. Или из-за своего тщеславия. Или из-за того, что они хотят учения изучать. А что, вот этот Арий говорит, вот такой он был. Величественный, что все его слушали. Но у него же не было, наверное, цели прийти и погубить. Из-за чего вот это все получается-то вот это вот все? Они превращаются в воров и разбойников. Вот эти вот люди. И расхищают души. Они в цели-то, наверное, не ставили изначально. Изначально, может быть, наоборот, о Христе научить. Или о Боге научить. Почему превращается-то вот это вот, дьявол вкратывается. Арий тебе сообщил, что у него не было такого намерения. Нет, нет, Микр Андреевич, я совершенно согласен с ее словами. Только в ее речи есть центральное, как золотый, этот, красный, как он там, слово. Кручевое слово есть. Кручевое слово. Она его несколько раз повторила. Это ключевое слово. Почему? И это часто говорится об этом в Слове Божьем. Чтобы не становились прежде времени люди. Кем? Он прежде времени стал учителем. Что-то красиво сказал, как-то пролез где-то. И он хотел учить все. Он хотел учить. Он, я учу. Вот у Игнатий Ивановича возьми вот книг, сколько вот книг. И у него нигде нету там своего ничего. Ну, единственное, у него на бытовом уровне свое. Вот рыбу не жарить. Потом там еще. А все остальное, он, местописание, апостольские правила, святых отцов завалено, все. Ну, просто я бы сказал, что, ну, вот, его междометий, ну, может, пятая часть есть. Там какие-то вот, какие-то там, ну, советы его есть по каким-то вопросам жизненным. Допустим, вот, как деревню там строить и так далее. Какие-то суды у него были вот это. А если вопрос касается духовного, ну, то есть, слова Божьего, он вообще своим не пользуется. У него нету своего, понимаешь, он берет. И этим он, вот, я это сразу увидел, это меня вот подкупило сразу мое сердце. Я вижу, что... И поэтому, когда Кирилл Иерусалимский говорит, не сходится мое слово со Словом Божьим, не верьте мне. Ну, прежде посмотрите сами, что я сказал-то. Почему? А почему? Потому что он действительно учитель, этот человек. Его Господь поставил учителем. Но он учит, как заповедал Господь Иисус Христос. Как Бог заповедал, представит Троица. Послал. Ну, вот. Так я не понял. Да, брат, сейчас, вот, я так понимаю, разговор идет о людях, которые берут на себя достоинство учителя, не будучи от Бога посланными для этого, не имея благодати в учительство, а просто, возможно, по тщеславию, или чтобы славу человеческую приобрести, либо просто по гордости, что вот я, почему я не могу, вот он может, а я нет. То есть начинаешь что-то учить, а в этих словах совершенно не нет. Или есть только частичная истина. Но здесь, я смотрю, речь идет о том, что Господь себя говорит, я есть плачу. То есть он себя противопоставляет тем людям, которые приходят по своей воле. Что Христос пришел по воле Отца Небесного для того, чтобы спасти мир. Я хочу перевести на Христа людей, которые берут на себя достоинство, о личности Христа. Вот Христос приходит, как даже посланник Отца, не могу сказать, Сын Божий. То есть он от Отца приходит непосредственно по его воле, по его воле изволения. Все остальные, кто приходят, это приходят уже по своей воле или по другой воле, по воле противоположной воле Божией. Отца обязательно нужно упомянуть, то есть Троицу обязательно нужно упомянуть, еще и в Духе Святом. Потому что Ветхий Завет, это понятно, что это Бог Отец. Как человек становится именно разбойником? Как он становится? Я думаю, что он становится тогда, когда он уже не по воле Отца действует. То есть Христос действовал по воле Отца Небесного. Мы еще не обговорили с вами, сейчас я это заметил, брат как раз говорит. Мы не обговорили, что эти самые воры и разбойники, они обязательно должны быть из Богоизбранного народа. Вот, а мы об этом времени, когда сейчас говорим, идут на проповедь только к народу Божьему, ну, написано, идите на Ипачи к погибшим овцам дома Израилева. То есть мы говорим только о Ветхом Завете, и вот эти воры и разбойники, это суть те люди, которые иудеи, это не про язычников, как говорится. А если мы будем брать уже по большому счету наше время сейчас, потому что это были примеры, чтобы мы не были плохотливы и назло. И теперь из разных стран люди, разных национальностей, и они должны этим примером пользоваться. Что если ты не идешь за Христом, за Богом, не идешь за словами Божьими, то ты вор и разбойник. Ты стараешься даже не для себя, а для отца своего дьявола. Вот, брат, что-то там. Да, брат? Получается, в Библии четырежды упоминается вот фраза вертепом разбойника. То есть вот Иеремия, 7 глава, 11 стих. Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом си, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Дальше идут уже Евангелия от Матфея, 21-13. И говорил им, написано, дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника. Точно такие же похожие фразы идут и от Марка, и от Луки. Но это подтверждение для чего? Подтверждение для того, что вот, то есть получается, есть, как вы говорили, воры, которые приходят и крадут. Нет, разговор идет о иудейском народе здесь. Когда брат начал говорить, я понял, что мы не обговорились. Говорить о верующих. И теперь, когда мы говорим, воры и разбойники, мы не говорим о мусульманах это. А говорим о тех людях, которые в церкви находятся. Вот о том, о чем говорит сестра про Ария. Ария, он был православный. Он сказал про иудеев, но мы теперь, я понял, а я бы нанял. Но мы теперь из лезвечников иудеи, как мы можем сказать. Да, мы новые иудеи. Я хотел спросить, вопрос правильно я понял, Лена? Что, как становится человек этим, да? Да, да, да. Вот он, вроде бы, он и живет, да? И вот раз он и стал, да? Благими намерениями, помощь на дорогах ватт. Слежим. И при условии, если он читает Писание, знает, что он получит награду за исполнение Слово Божие, не получит и раз, и вот берет и становится. То есть, я практически не верю, что человек становится шпионом сатаны. Вот специально в церковь пролез, я буду шпионом сатаны, и все там, вот я буду штирлицем злодейским и так далее. Я не верю в это. Я вижу причину только в том, что человек перестает жить по воле Божией. То есть, он перестает искать воли Божией, и даже незаметно, может быть, для себя самого, незаметно для себя. По нерадению своему. По своему нерадению, и вот это еще и годом. Он постепенно, постепенно свою волю ставит уже во главу, и поэтому он и превращается уже в противоположного. Так противник-то нашего спасения, он же ведь мудрый. Он тебе не сразу скажет, что нет ничего, ты что, какой Бог, какой Писание, да это там понаписали люди, писали люди. И что ты, люди с кем-то написали? Он знает твои тонкости, он знает твои хитрости. Библия, есть, конечно, есть. Да, да, он тебя убедит, он... Только это не о том, что он не знает. Ты все правильно говоришь, там... Ну вот, слушай, а вот это... Отклонись, да, умоленьшись. Свои мудрия, начни сам. Почему ты о себе-то не думаешь? Ты о себе-то... себя начни, вот ты какой, ты же правильный, правильный. Ну, что ж ты так себя уж совсем-то... Да, да, да. И в этом контексте я хочу упомянуть и о священстве православном. Вот, чтобы стать священнослужителем православным, что необходимо? Нужно рукоположение уже от апостолов, чтобы было не... Хиротония. Хиротония. А если человек захотел сам, вот, а я сам хочу. То есть он, если первая ситуация идет к смирению, он идет к тому, кто уже является власть имеющим, кто имеет право рукополагать, он изучает эти вопросы. А другой человек, допустим, решил, а зачем мне к кому-то идти, когда вот я верю в Бога лично, и теперь я возьму и сейчас сам буду священствовать. Ну, святатство-то имею. Жития святых, вот я сейчас на Великий канон Андрея Крискова все время читаю апостолов сейчас. Начали с Марии Магдалины, чтобы Марию египетскую и противопоставить жизнь Марии Магдалины. А потом начал апостолов. Вот сейчас вот я читал последний раз Иоанна, богослово, жития. И вот становление священников, епископов через служение апостолов было. Как апостол приходит в какое-то селение, там начинает проповедовать, его или гонят, или наоборот радуются люди, но обязательно найдется какой-то завистник, и обязательно найдется человек, который прям любит все, что апостолы говорят, божественное. И бывало даже такое, что из врага получаться епископ. Но чаще всего вот те, которые обращаются через апостолов, ко Христу обратились, они показывают ревность свою и так далее. И апостол там сколько-то там, год или полгода, там пять месяцев, три месяца там упоминается. И он уходит дальше и рукополагает кого-то из этих ревностных братьев, он их видит, он с ними живет. Не надо там десятилетия жить и так далее, и уходит дальше. А этот человек теперь тут трудится, вот как это все было. А у нас, как видишь сейчас, обучение. А обучение, в этом есть некоторое, такая символизм какой-то власти, какой-то гордыни кем-то над кем-то, понимаешь, обучение. Вот, просто человек приходит, и вот там знание русского языка и так далее, тогда там не надо было этого. Нужно было веру по Христа показать. Но тогда были вокруг язычники, ты был с идолами рядом, и тебе надо было их оплевать, тебе не бояться, надо было тех людей, которые, вот, не знаю, видел кто-то фильм или нет, Агора, очень тяжелый фильм. Агора, да. Ну, там язычество и христианство встретились, четвертый век, начало, ужасный фильм такой. И там, как восстание и христиане бьют этих язычников, и язычники христиан. И вот там, как все это происходит, если это так было действительно, я просто это не хочу принимать. Видели, да, этот фильм? Ну, как выходит христианин, ревностный такой, и там у них жертвенник горит, угольный, постоянно угольный, на нем подходят и жертвы, люди бросают язычники, сжигают эти жертвы. И подходит христианин, начинает обличать этот жертвенник их, что нечисто, нечистиво живут. А тут выходит философ этот, ну, понятно, они же все язычники и так далее. А в городе язычники и все, этот в Греции. И говорит, вот это, ну, что ты не прав, так нельзя, там надо это, вы голословно там все говорите. Он говорит, а вот гляди, сейчас я тебе покажу, как. И берет этот христианин и идет прям по этим углям, проходит, а там метров 10, наверное, углей, в ширину метра 3. Вот. А, и говорит, ну, прошел вот так вот, и у него даже пола не загорелась, чуть-чуть так задымилась только. Он так вот раз отряхнул. Ну, давай теперь ты иди, покажи, ну, веру свою, в Бога своего. Ну, жертвенникам он принадлежит, Богов. А тут говорит, да, я не пойду, конечно. Христиане его берут, туда толкают в огонь, чтобы он это, чтобы увидеть-то. Он, конечно, взпытывал на нем все. Он оттуда вылазит, там такая потасовка начинается и так далее. Было такое, не было, не знаю. Но об этом часто говорится, что христиане именно так проверяли, говорили, давайте проходить сквозь огонь. Вот, к тому, что обучение. Я думаю, что тех, кого руковополагали, все равно было обучение, устное хотя бы. То есть проверяли, кого руковополагать, а не просто, что человек, а как его без обучения руковополагали. Он все равно должен был знать что-то. Если он будет дальше пастырем, брат, там не было ничего. Урок закончился. Брат, не было ничего. Сейчас заканчиваю. Не было тогда того, что ты привык сейчас обучение. Открыть там, а кто их там, может быть, не в другом объеме, но было в другом объеме обучение. Обучение было Слово Божие, знаешь, не знаешь. Вот, ищися. Вот, нужно было. Откуда они в Библии-то были тоже? Светки-то, ты представь, сколько носить надо всего. Малюсенький комментарий прям. Вот, писание это дверь. А сект много, писание одно. Толкование еще нужно. Вот, без толкования святых отцов, которые... Толкование была жизнь святых, не было толкований записанных. Мы толкование, кстати, мы не прочитали толкование, уже начали рассуждать. Да? Да. Ну, давайте мы уже... Давай, дочитаем. Да, пространное. Пространное? О, ну тогда нет. На следующем занятии. На следующем занятии, да. Вернемся, значит, запомните. Десятая глава, десятый, тринадцатый стих. Мы просили вопросы, мы и начали задавать вопросы. Молимся. Молимся, братья. Благодаря. 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 Благодаря тебе за занятия. Умудри его спасение, чтобы входить дверью, а не перевалить инди. Господи, здоровы правильно понимать слово Твое. И жить по слову Твоему. И достигнуть царства Твое небесного. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Брат, ты вдохновился, да, занятия?